Медиа Майдан Скажите об этом случае, что это было за машина и что вас побудило к тому, чтобы присоединиться к другим патриотам Украины? Чувство благодарности к украинской армии. Я после того, как освободили Краматорск, я сразу же поехал на военный аэродром, познакомился с солдатами, офицерами, которые в течение трех месяцев защищали сам аэродром. Они мне рассказали, что им приходилось пить воду с керосином, им было очень тяжело. И я сразу стал помогать им продуктами питания, всем. Зубные щетки, зубная паста, туалетная бумага, посуда. Потом я холодильник им купил. Потом я их приглашал к себе домой, чтобы они искупались, отдохнули, поели хорошей украинской пищи. И потом начальник штаба батальона, это 25-я аэромобильная бригада, батальон, по-моему, назывался парашютно-десантный. Ну, обратился ко мне с просьбой, не смогу ли я помочь разведчикам, не хватая транспортного средства. Ну, я объявил о такой просьбе в интернете, но желающих не нашлось. И мы посовещались с моей женой и решили купить машину сами. Ну, вы бизнесмен, я так понимаю, то есть... Был. Я был предпринимателем. Ну, и я нашел машину такую, это УАЗик. Они были согласны на любое. Они говорили, что их устроит любое транспортное средство, даже Таврия. Но я сам подумал, что им нужен вездеход. И в конечном итоге я купил вот УАЗик. То есть это полностью за ваши деньги или же собирались волонтерские... Да, полностью. Мы с женой это купили. Вы, наверное, являетесь членом какой-то общественной организации, там, волонтерского движения. Нет, я... А, вот недавно у нас создали организацию «Новый Краматорск», но это буквально, может быть, две недели назад, то я написал заявление о том, что я хочу быть участником этой организации. Ну, вы этого сами все делали. Да, до этого я не являюсь членом никакой партии. Ну, моя идеология – это любовь к родине. Я считаю, что это мужчина, который... Обязанность мужчины – это защищать свою землю. Это самая главная обязанность, которая есть у каждого мужчины. Мужчина, который не имеет такого чувства, ну, я думаю, это просто пустое место. Скажите, а вот эти вот чувства, они больше проявились вот после того, как освободили город Краматорск и Славянск? Или же и до этого вы тоже принимали активное общественное участие, политическое? Я думаю, что это все-таки мировоззрение. Я могу его объяснить. Дело в том, что, поскольку мой, ну, я специалист из области международных автоперевозок, и я, ну, вообще-то повидал мир. Конечно, в Соединенных Штатах не был, ну, на континенте европейском я побывал во многих странах. И я бывал, например, в такой стране, как Голландия. Вот это очень красивая страна. Очень. При всем при том, что они построили эту страну, голландцы, на территории дна моря. То есть я просто сравнил. А потом я был поражен, когда узнал, например, что Голландия в мире на втором месте после Соединенных Штатов по экспорту продуктов питания. Меня это просто поразило. Ну, и я знаю, насколько велика Украина. Нам, на мой взгляд, Бог дал гораздо больше, чем кому бы то ни было. У нас теплые моря есть, у нас лесистые горы, у нас прекрасный чернозем, у нас реки текут туда, куда можно. Скажите, ну, и на ваш взгляд, в чем же проблема? Да, и я вот посмотрел и сравнил, я подумал, ну, кого же Бог больше любит, голландцев или нас? Ну, это же очевидный ответ. Конечно, украинцев дал столько. И, однако, и меня всегда поражало, что люди, ну, не являются... Вот постоянно у нас есть характерная черта у очень многих людей – жаловаться на жизнь. То есть обвинять кого угодно в своих бедах, кроме самих себя. Я считаю, это неправильно. И вот таким образом у меня сформировалось мировоззрение, которое можно сформулировать так, что нужно любить свою Родину. И нужно быть признательным за то, что нам так много в жизни дано. Тем не менее, я знаю, что вы сейчас очень сильно принимаете участие в политической жизни, в том плане, что вы интересуетесь предвыборными предложениями различных кандидатов, которые баллотируются. И вот буквально вчера вы были на пресс-конференции Близнюка. Вот. Ваше впечатление вообще от пресс-конференции? Что вы для себя услышали, ну, как бы сравнивая, может быть? Вот вы меня спросили, почему мы живем не очень хорошо. Ну, наверное, хуже, чем в Голландии, да? Я считаю, что проблемой является то, что называют толерантностью. Или я мог бы назвать это как приспособленчество. Но вот когда люди, например, ну, у нас практически принцип нерукопожатия не действует в стране. То есть у нас вора не называют вором. Мало того, у нас такая сковерканная идеология, при которой вор, выставляющий на показ украденное богатство, он совершенно спокойно живет среди всех людей, среди населения. Ну, и даже, наверное, воспринимается как божество. Не божество, а как смог, смог. Все же видели, например, как тут Янукович, как он жил. Все же видели. Видели, как живет пшенка, что он ворует. То есть, понимаете, для меня даже не то важным является, вот сколько они украли, а то обстоятельство, что они развращали людей, демонстративно показывая, что, оказывается, можно воровать. И можно управлять людьми, и можно этим чваниться. Вот поэтому я знаю прекрасное семейство Близнюков. Отлично знаю. Это абсолютно заурядные люди. Единственное, что у них, наверное, просто громадная жадность деньгам. И, наверное, Близнюк-старший, он использовал вот эти возможности, которые ему предоставила власть, когда он сделался мэром города Краматорска, после этого работал. Ну, его биография известна. Он работал в областной администрации. Он использовал полностью этот ресурс. Он вошел в эту бандитскую кампанию. И на основании этого смог... Ведь энерго-марш-спецсталь – это не единственное предприятие, не единственное, которым они владеют. И когда этот человек хочет представлять, кого он хочет представлять – народ Украины. Он не имеет права просто этого делать. И поскольку я так считал, то я посчитал... И когда я узнал о том, что будет встреча в 26-й школе в поселке Белинка, я хотел встретиться с этим человеком, задать ему напрямую вопрос. Вот как он стал владельцем этого предприятия? Кому он принадлежит? Вот, наверное, люди не знают, что это... Завод они продали. Они его продали. Это сейчас 51% акций энерго-марш-спецсталя принадлежит России. Мало того, это само предприятие было зарегистрировано, как они обычно это делают, воры украинские. Оно зарегистрировано на Кипре. То есть вся прибыль выводится за границу. Это семья Близнюкова, это классическая в украинских реалиях семья тех, кто грабит государство. Абсолютно аморальных людей. Поэтому я считал, что я должен об этом сказать. И этого не надо бояться, потому что по-другому мы жизнь не изменим. Вот, и поэтому я пришел... Вы во время этой, ну, это точнее была не пресс-конференция, а как бы встреча с педагогами в школе. Она анонсировалась не как с педагогами, а как с жителями поселка Белинка, на котором я тоже живу. И я туда явился как обыкновенный выборец, как избиратель. Ну, никакой встречи не получилось, потому что он продемонстрировал вопиющее пренебрежение. Пренебрежение, даже не ко мне. Вот его манера общения с корреспондентом Громадского Толыбачни, он пренебрежительно очень так говорил. Какое-то там общественное телевидение. Ну, я считаю, что это просто возмутительно. Вот, кстати, по поводу общения. У нас просто есть видео, и мы считаем, что мы должны его сейчас показать. Хотя оно уже в интернете даже разошлось по многочисленным ресурсам. И «Украинская правда» тоже его публиковала. Значит, в чем весь сыр-бор произошел? Я попросил на сегодня пригласить господина Близнюка сюда в студию, чтобы он мог, ну, как кандидат в народные депутаты от 48-го, да, по-моему, округа, 47-го округа по Краматорску, пришел к нам в студию и рассказал просто о том, каким он видит свой город, почему он идет на выборы. Ну, стандартные вопросы, как бы, журналистки. Я попросил это сделать журналиста. Он пришел на эту встречу, и вот что из этого получилось, смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok Завтра в поле часа. Понимаете, у вас люди такие вот, это, как Мацука, понимаешь, мне хочется вот такого взять, человека, понимаешь, который предлагает меня там мусорный бак, там, ваш Мацука, вы, понимаете? Мне не верничаете. И так же самое, хочется вас взять и опустить. Я не знаю, у кого это лучше получится. Попробуйте. И вы попробуйте. Вот так отреагировал господин Близнюк на наше, достаточно, как вы смогли увидеть, спокойное приглашение просто его в студию. Наверняка господин Близнюк, как мне стало известно из этого видео, которое показали мне наши журналисты, побоялся, что якобы мы собираемся его в мусорный бак бросать. Ну, это как бы не наша работа, мы этим не занимаемся. Мы просто задаем вопросы и освещаем те события, которые происходят на той территории, где мы находимся. Или же едем на ту территорию, где происходят те события, которые необходимы, чтобы остальные люди знали о них и видели их. Увы, мы сегодня общаемся с Сергеем Дорошенко, неправильно, наверное, сказать, общественным активистом, просто патриотом Украины. А как вы вообще рассматриваете, наверняка, поскольку вы пошли на встречу с кандидатом, на пост, не на пост, а в кандидат в депутаты, то наверняка вы очень интересуетесь политической жизнью абсолютно всех. И вы видите, что происходит сейчас. Вот как вам вообще выборы нынешние, 2014, Верховную Раду? Слишком общий поставлен вопрос. Общий. Ну вот просто впечатление. Действительно ли эти выборы, скажите, изменят что-то в нашей стране? Потому что очень многие скептически относятся. Нет, я думаю. Я не поддерживаю эту точку зрения, в которой формулируются какие-то претензии к Киеву. Я категорически против этого. Я считаю, что власть принадлежит народу, и народ эту власть должен использовать, брать ее. Не надо обвинять в чем-то Киев. Если мы живем в городе Краматорске, то это только от жителей Краматорска зависит, кто будет в городском совете, кто будет представлять город Краматорск в Верховной Раде. Мы должны сами стремиться к тому, чтобы жизнь менять к лучшему. Не надо обвинять в чем-то Киев. Киев занят своими проблемами. У нас достаточно прав для того, чтобы все-таки достойные люди стали депутатами. И в городском совете, и в поселковом совете, и в Верховном совете. Я вообще смотрю с... Но я не пессимист, я оптимист. Я верю в то, что Украина изменится к лучшему. Мне... Я не сомневаюсь в этом. А как вы вот лично для себя определяете, кто должен быть, кто должен представлять в данном случае вас в Верховной Раде? Вот что вы, допустим, отсеиваете? То есть смотрите в предвыборную кампанию, сразу говорите, нет, не тот человек. Для меня не играет абсолютно никакой роли, вот богатый это человек или бедный. Для меня нужно, чтобы этот человек был интеллигентный, чтобы он имел ясное мышление, и чтобы это был человек честный. Вот для меня это самый главный показатель. То есть если человек собственную честь ценит больше собственной жизни, тогда на этого человека можно положиться, и все остальные вопросы он, безусловно, сможет решать. На основании у нас, ну, как, здравый смысл заложен в душе у каждого человека от природы. Поэтому, в принципе, я вижу роль законодательного органа в том, чтобы налаживать эту жизнь, чтобы она все-таки по законам здравого смысла, не по законам выгоды, вот, а по законам здравого смысла. Поэтому, какие у меня вот критерии? Конечно, очень хорошо, если человек юрист, который очень хорошо, если человек умеет ясно и точно формулировать свою позицию, точку зрения. И самое для меня главное, самым главным является, это должен быть человек чести. То есть, чтобы он, и принципиальность, безусловно. То есть человек чести не подаст руку негодяю. Человек чести не промолчит, если негодяй будет, используя демагические приемы, рассуждать о чем-то, высоком, будучи сам вором. Ну, мы это наблюдали, когда Пшенков, генеральный прокурор, говорил о законе. Понимаете, это когнитивный диссонанс, когда вор, ненасытный вор, и говорит от имени закона. И не нашлось ни одного человека, который бы ему сказал, да ты же вор. Вот, я считаю, что настоящий депутат должен иметь мужество вору сказать, что он вор. Негодяю сказать, что он негодяй. И не подавать руку. Вот у нас большие беды из-за того, что вот это правило не соблюдается. Потому что все знают, что воруют. А он, этот человек, ну, все, например, министр внутренних дел говорит о том, что маленькая зарплата у сотрудников милиции. А в то же время мы видим, в каких домах живут генералы милицейские. Мы, говорят, маленькая зарплата у таможенников, а мы видим, в каких домах они живут. Они же воры все. Все до одного. Причем они даже не прячут то, что они наворовали. Так вот, я считаю, что народный избранник должен быть самый первый, это человеком чести. Все. Вот такая точка зрения у меня. А сегодня вот хотел, ну, чтобы вы прокомментировали, вот как человек, который смотрит новости просто. Сегодня была новость о том, что в Верховной Раде рассматривался вопрос о перераспределении как бы территорий в Донецкой и Луганской областей, переподчинений их из одной части в другую часть. Как бы вы, допустим, рассмотрели вот этот момент, если бы часть Донецкой области присоединились к Днепропетровску, там, Луганске-Запорожье, вот, если бы такое было? Да, я разделяю эту точку зрения, чтобы, если бы была моя власть, я бы ликвидировал Луганскую и Донецкую область вообще и распределил административную власть между Слобожанщиной Харьковской области, Запорожской областью и Днепропетровской. Вы понимаете, нам настолько вот это вот Донбасс не поставить на колени, услышьте Донбасс, эти все демагические приемы все, столько нам это гуря принесло. Это, ну вот эта война, она именно потому, что сыграли на каких-то непонятных для меня чувствах вообще. Скажите, а если бы вы выбирали вообще лозунг для Донбасса, то что бы вы поставили вместо Донбасс, ну, Украина, услышь Донбасс? Я вообще не хочу выделять отдельно этот регион. Для меня, я люблю всю Украину целиком, где бы я ни находился, в Карпатах, в Львовской области, ну, где угодно, Черниговской области. Для меня, я вообще очень не люблю название Донбасс. Я бы, я не могу его даже слышать, это название. Не хочу, чтобы оно вообще осталось у нас. Просто на слух неприятно? Даже на слух. Это кошмар. Хотя я родился в 54-м году здесь, я вооруженец города Краматорска. Я родился здесь, жил всю жизнь, никогда в жизни не уезжал. Мне смешно, когда люмпены говорят о том, что вот они кому-то там дали в Украине. Я знаю этих людей люмпенов, которые вообще ничего не дали. Ну, например, вот те, кто голосовал за эти ДНР или ЛНР, они же меня ни о чем не спрашивали. Наверное, я тоже имею право на эту землю, хотя бы по факту своего рождения здесь. При всем при том, я хочу сказать, что громадное горе принесло этой части Украины, это вот эти так называемые оргнаборы. То есть, например, то, что касается Краматорска, у нас отдельные районы строились специально для людей, которые приезжали из России. То есть, у нас есть, например, я могу назвать Даманский, Лазурный. Эти районы строились, причем оргнаборы, это десятки тысяч людей приезжали. Приезжали из Сибири, приезжали из Брянской области, Курской области. И я знаю, что эти люди, прожив всю жизнь в Краматорске, они вообще не понимали украинский язык и не воспринимали, что это Украина. Вы знаете, я от многих слышу, что вот и отличие Донецкой и Луганской областей от другой западной части Украины в том, что здесь люди как бы под заводы. И поэтому и получилась история, когда мы слышим информацию о том, что на заводе, вот как сказал директор, так все и будут голосовать. То есть, есть некий папа, который за всеми следит. То есть, это изначально уже сказать сложно, что демократическое общество, потому что все будут делать так, как им сказали сверху. Я с вами согласен, Андрей. Да, конечно, согласен. Это большая беда. Они не патриоты Украины. Они не воспринимают ее как свою землю, эти люди. И большая, конечно, проблема. Я вам хочу сказать, например, в 91-м году я один раз был в городе Снежном, вот к примеру. Вот. И я ехал из Красного Луча, это направление Снежного, и я видел эти шахтерские поселки. Там шахта-поселок, шахта-поселок. Кстати, очень сложный релиф такой, я удивился страшно. Я вел грузовик там, и там натуральная горная дорога. Вот я был единственный раз там. Это в 91-м или 91-м году? Диана, что, наверное. Я, когда смотрел на эти грязные поселки, а я ехал туда, это был конец января. И оттепель была, как это у нас часто бывает. Я смотрел, я вернулся когда домой, я же не об этом рассказывал, я говорил и о том, я сам об этом думал. Кем могут вырасти дети, которые живут в таких ужасных условиях? Вы понимаете, ну, мы же знаем, в жизни есть поэзия, правильно? Живопись есть. У нас прекрасное, ну, есть море. Ну, земля вообще красива. Но там, где я был, вот в этих территориях, ни о какой красоте речь идти не может. Там, ну, насмешкой звучит, например, если громко прочитать какое-то красивое стихотворение, например. Это будет насмешкой, которая там говорит о звездах, там, о траве, там, о любви, например. Потому что там ужасная жизнь. Вот, и потом я, конечно, побывал, например, недалеко от Никитовки, есть, например, поселок с названием Ртутное. Вот кем можно вырасти в таком поселке? И эта Ртутная шахта находится прямо в центре. И дома вокруг него. Так строил Советский Союз. Мы, в принципе, я согласен с тем, что... Так что можно было бы изменить из этого? Все-таки, ну, поменять название этих городов? Суть в том, на мой взгляд, что быстро же изменить, наверное, не удастся. Особенно, если речь идет о психологии. У меня нет готовых рецептов. Я просто констатирую факт. Это большая проблема вот этого региона. Хотя есть и красиво здесь. Ну, пожалуйста, Северский Донецк и Святогорская Лавра. Это Швейцария. Очень красивые места. Это, собственно говоря, мы бы вам показать и свой дом. Вы не поверите. Это тоже Краматорский. Это очень красиво. Неплохо, скажем так. Вот, то есть, ну, громадное количество населения, это переселенцы, которые не прижились там, где они родились, переехали сюда, и у них тот же самый, вот, такое же самое, какое-то даже, я не могу назвать это потребительским отношением, а, наверное, все-таки безразличное отношение к той земле, где они живут. Понимаете? Ну, это, собственно говоря, в собачьем сердце. Как вы думаете, вот народная вещь, которая проходит буквально вот уже на протяжении скольких там, трех, да, месяцев там, или даже больше уже, чем трех месяцев, как сделать таким образом, чтобы эта вещь на что-то, ну, на что-то влияла? Пусть даже есть, вот в Харькове прошло народная вещь, да, вот недавно, воскресенье, очередное. Собрались люди, да, здесь есть положительный, есть отрицательный в этом аспект, в том, что они приняли решение снести Ленина, пошли его и снесли. Хороший в том смысле аспект, что они приняли решение, а это было общество, которое собралось на Вече, да, взяло и воплотило его в жизнь. Но, с другой стороны, здесь есть определенный недостаток, что общество может там кто-то затесаться среди них, кто кинет какой-то лозунг и просто пойти разрушить еще что-то. Вот как вы относитесь вообще к Вече? В каком формате оно должно проходить? Действительно ли так, как в последний раз было в Харькове? Либо же так, как вот постоянно проходит в Краматорске и Славянске, где мы просто поговорили, и вот мы приглашаем активистов в студию, поговорили, а ничего не изменилось. Власть сидит у себя в своих кабинетах, народ выходит, ну, да, народ выходит, они мило пообщались друг с другом, поддержали патриотический дух и все остальное. Как вы относитесь к Вече? К самому Вече, как к любому народному изъявлению, воле изъявлению, отношусь очень положительно. Но как сделать его более активным, Андрей, это же очень сложный вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы это сделал, поверьте мне. Я бы это сделал. У меня нет опыта, у нас, ну, лично у меня нет опыта революционной деятельности. Речь же все-таки идет, как называют, революция гидности, достоинства. Вот. А как? Ну, навыка нет. У нас нет, как такового, гражданского общества. Вот опять же это все упирается в то, что называют толерантностью. А я говорю всеядностью. Но когда люди, вот, они имеют четких моральных принципов, которые должны быть непорушенными, неизменяемыми. Я думаю, что если бы эти принципы все-таки каждый соблюдал, вот, чтобы, вот, ну, они сформулированы в десяти заповедях очень хорошо. Я, например, я очень не люблю законы, которые делают люди сами. Я их презираю. Я их не люблю. Я считаю, моя формула звучит следующим образом, что неизменными законами, это есть те, которые установлены Богом. Десять заповедей. Все остальное, выдуманное людьми, оно в такой или иной степени, оно бывает. Бывает несправедливым. Вот поэтому боготворить, например, эти законы я не могу. Вот. Я... Я считаю, что те законы, которые все-таки не людьми, вот эти десять заповедей, когда Богом они сделаны, их нужно соблюдать. И тогда возникает взаимопонимание между людьми. То есть они, подобное притягивается к подобному, я так думаю, что порядочный человек с порядочным будет. То есть каждый будет уверен в том, что его товарищ, который стоит с ним рядом, он не допустит непорядочного поступка. Вот. Ну, это общая фраза, я понимаю. Вы так формулировали вопрос, чтобы конкретно, вот как повысить результативность. Я думаю, что у меня таких знаний просто нет. Я не знаю. Спасибо, Сергей, что пришли к нам. Мы, напомню, Сергей Дорошенко, это общественный деятель, это патриот Украины, обычный человек. Он рассказывал нам о том, каким он видит свой город, о том, каким он видит выборы, которые сейчас проходят. Ну, и как бы то, что видит обычный человек. На этом громадское телебачение Донеччины. На сегодня прямой эфир свой завершает. Это был Медиа Майдан. Встретимся с вами уже завтра, как обычно, в 15.00. И будут очередные гости, будут очередные новости. Напомню о том, что громадское телебачение Донеччины выходит исключительно только благодаря вашей поддержке. О том, как финансово нас вы можете поддержать, узнайте на сайте громадске ДНЮА. ДНЮА За офіційною статистикою в Украине 350 тысяч переселенців з Донбасу. Згідно з законом, виборці можуть тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього треба прийти у відділ ведення Державного реєстру виборців. Обовязково треба надати письмову заяву про зміну місця голосування. З собою треба мати паспорт громадянина України. Також обовязково потрібні документи, які підтверджують необхідність зміни місця голосування. Наприклад, довідку з місця роботи або навчання, документи власності на житло та інші. Це потрібно зробити до 20 жовтня. Із питаннями можна звернутися на гарячу лінію Донецького комітету виборців України. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!